Ну, собственно, хотя и прошло два года, я не могу вам признаться в том, что у меня стало болеть меньше или больше. Оно болит так же сильно. Я не все это смогу даже сформулировать. Для меня, прежде всего, аннексия Крыма — это раскол. Начало раскола, начало расслоения. Ну вот все, что связано с разделением — это Крым. Вторая болезненная точка, связанная с этим — это, конечно, моя личная территория. Это мои родные, это мои друзья. Это невозможность туда поехать по разным обстоятельствам. Я сейчас подробно о этом остановиться не буду, но все интересующиеся люди понимают, что такие, как я, протестующие против аннексии Крыма, считающие эти действия российские оккупационными. Давно уже внесены во все списки, и дальше аэропорта Симферополя вряд ли куда-либо смогут двинуться. Соответственно, физическая невозможность увидеть свою родную землю, свой город, могилу своего отца. И третья — это люди для меня. Люди, живущие там. Я пережила несколько фаз отношения к ним. Сперва мне было страшно за них, очень страшно. Что же с ними будет? Как же так? Почему они? Затем мне было тяжело от беспомощности, бессилия, собственно, что я не могу ничем помочь, кроме как из каждого утюга кричать, что мы против-против и надо что-то делать. А сейчас мне жаль их. Жаль, потому что они разочарованы. Жаль, потому что им стало хуже, мне кажется, по уровню жизни. Это мои наблюдения, это мои какие-то редкие возможности с ними пообщаться. Это все, что мне рассказывают. И жаль потому, что мне кажется, что им моя жалость не нужна. Молодежь, в принципе, это те люди, которые приведут в итоге к какому-то разрешению. Они будут за нее бороться. Поэтому мы сейчас с вами это и делаем. Поэтому я стою и говорю про крайне болезненную для меня тему. Наша задача, мне кажется, дать понять всем тем, кто верит в то, что все образуется мирным путем, дать им надежду и поддержку, и опору. Но в моем лице они точно ее имеют. Редактор субтитров А.Семкин